Парк имени Льва Толстого на минувших выходных превратился в интерактивное экстрим-пространство. Всем желающим предоставили возможность попробовать себя в разных спортивных направлениях и получить дозу адреналина. Участников и гостей фестиваля приехала поддержать Ирина Теслева, заместитель главы Химкинской администрации. Фестиваль экстрима. Сегодня приветствуем всех экстрималов, для того, чтобы вся энергия, которая накопилась за лето, сегодня положительно вылилась в виды спорта. На площадках желающие могли попробовать свои силы в разных забавах. Одним из самых безобидных и веселых развлечений стал бампер-бол. Правила практически такие же, как в футболе, но единственная его особенность, что все происходит в шарах. Единственная особенность, отличие от футбола, что игроки могут немного толкаться, то есть придает некую изюминку этой игре. На одной из аллей вырос скалодром. Покоряли высоту гости фестиваля со всеми мерами предосторожности. Внизу дежурили профессиональные инструкторы, застегивали карабины и проверяли страховочные тросы. По соседству мастер-класс по фингерборду. Ребят учили крутить финты на скейте, только не ногами, а пальцами. Ну а настоящий экстрим зрителям продемонстрировали на площадке скейт-парка. Одним из хедлайнеров показательной программы стал Рафаэль Сулейманов с трюками на велосипеде BMX. Экстримальный спорт в любом случае опасен. Травмы в основном неизбежны, особенно когда ты начинаешь, что-то не знаешь, что-то еще там может быть, ногу подырнуло. Естественно, это неизбежно, но чаще всего получается, как говорится, сухим из воды выйти и кататься без травм, аккуратно, на стабильных трюках и движениях. В рамках спортивного праздника в Подмосковье работало более тысячи площадок. В Химках фестиваль проводят во второй раз. Организаторы планируют сделать его традиционным. Продолжение следует...